Мюнхен, 1972 год. Принимая летние Олимпийские игры, Германия хотела показать всему миру, что она веселая, красочная, космополитичная страна. И что от ее нацистского прошлого не осталось даже тени. Но затем шок. Палестинские боевики из группы «Черный сентябрь» захватили резиденцию израильских спортсменов в Олимпийской деревне, надеясь освободить заключенных в Израиле и Германии. Двое спортсменов застрелены, девять взяты в заложники. Боевики требуют дать им возможность вылететь в Каир. Немецкие власти предоставляют вертолет. Террористы берут на борт из своих заложников. Из Олимпийской деревни они направляются в сторону базы ВВС за городом. Немецкий солдат, несший в ту ночь вахту на одной из башен авиабазы, вспоминает. Вертолеты появились вот оттуда, появились над этим зданием. Там они развернулись и приземлились здесь и здесь. Ганс Фёркль как раз заступил в ночную смену. И никто не сообщил ему, что именно происходит перед его окнами. Я был здесь и с этой позиции все и наблюдал. До того, пока не началась стрельба. Тогда я решил спуститься. Попытка спасения заложников потерпела фиаско. Боевики расстреляли заложников, а затем взорвали вертолет. На следующий день сообщили, что игры продолжатся. Никто этого не понял. Обломки все еще были здесь. Все девять заложников погибли. А также немецкий полицейский и пятеро боевиков. Продолжение Олимпиады родственники погибших восприняли как издевательство. Анки Шпицер и Илана Романа потеряли своих мужей. Прощальная служба была в 10 утра. Это было сюрреалистично. По дороге туда я смотрела налево и направо, туда, где тренировались спортсмены. Как будто бы 11 членов олимпийской семьи не были только что убиты. Это было ужасно. После шокирующих событий – 50 лет переговоров. Родственники жертв боролись за доступ к файлам и за компенсацию от немецких властей. Моя скорбь с годами стала только сильнее. Если кто-то говорит, что время залечивает раны, я отвечаю, время не лечит ничего. Все это так же больно, как если бы это случилось вчера. Когда слышишь, что прошло уже 50 лет, просто не веришь в это. Мемориальная доска в олимпийской деревне Мюнхена напоминает о жертвах теракта. Напоминание об ужасе, который для многих навсегда останется частью их жизни.